Продолжение следует... В таком сочинском формате Владимир Путин встречается с военными и представителями обороны промышленного комплекса уже в седьмой раз. Поэтому в начале совещания можно было подвести итоги предыдущих встреч. Президент был доволен. Более 200 поручений было сформулировано в ходе этих совещаний. Из них более 150 уже исполнено. Реализация остальных продолжается в соответствии с установленными сроками. И такой темп нам, безусловно, нужно сохранить дальше. Сегодняшняя встреча президента с руководством Минобороны и ОПК носила характер более практический. Говорили не только о перспективах, но и подводили итоги уже сделанного. Контрреррористическая операция, проводимая в Сирии, стала прекрасным показателем уровня подготовки нашей военной промышленности. Эффективность и высокое качество российского оружия наглядно продемонстрировано и в Сирии. ВКС и военно-морской флот это самым наилучшим образом нам показали. С начала операции по объектам международных террористов на территории Сирийской Арабской Республики авиации ВКС совершено более 10 тысяч боевых вылетов и по территории нанесено большое количество ударов. Поражено свыше 30 тысяч целей, в том числе более 200 объектов по добыче и переработке нефти и нефтесырья. Начавшуюся в сентябре прошлого года операцию по уничтожению инфраструктуры радикальных террористических группировок в Сирии уже давно все признали успешной. Даже наши закоренелые партнеры в Вашингтоне вынуждены были согласиться с тем, что действия российских ВКС и ВМФ стали куда эффективнее, чем все попытки навести порядок в Сирии антигиловской коалицией вместе взятой. Удары с воздуха и с моря по группировкам и инфраструктуре террористических организаций ИГИЛ и Джабхата Нусра были точными и мощными, эффективными. Именно это и позволило достичь коренного перелома в борьбе с боевиками. Хотя мы с вами понимаем, что ситуация там сложная и предстоит для сирийской армии еще многое сделать, но самое-то главное создать условия для политического урегулирования. Ни одна военная операция, тем более столь масштабная, пока еще не проходила абсолютно чисто и гладко. Незаметные, казалось бы, в тылу мелочи становились вполне осязаемыми причинами проблем, возникающих во время проведения антитеррористической кампании. Об этом тоже говорили сегодня. Операция в Сирии выявила и определенные проблемы, недостатки по каждому проблемному вопросу. Должно быть проведено самое тщательное расследование, имею в виду профессиональное расследование, самый тщательный анализ, а затем приняты меры по устранению этих проблем. Это позволит скорректировать дальнейшее направление развития и совершенствование образцов военной техники. Тем не менее, сегодня Владимир Путин поблагодарил всех собравшихся за то, что работа по усилению оборонной мощи нашей страны не только ведется, но и вполне ощутимо, как и ощутим вклад специалистов в борьбу с терроризмом. Что, как подчеркнул президент, особенно хорошо было заметно на примере освобождения Пальмиры. Продолжение следует...